Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. В эфире программа «Чуть не сказала». Продолжается программа «Дневной разворот». Третий час моей работы сегодня в эфире, но это программа «Особое мнение». И сегодня мы выслушиваем «Особое мнение» юриста Яныча Батарёва. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Поднакопилась тема по вашему профилю. И начнём, пожалуй, с дела Белых. Вчера в очередное заседание в суде допрашивали одного из ключевых свидетелей, Равиля Ахмадулина, бывшего министра лесного хозяйства. Он выступал как свидетель обвинения. Его, собственно говоря, сдал ему вопросы прокурор. Судя по тому, что мы прочитали в тексте, в распечатке, прокурор практически вышел из себя в итоге и сказал, что вы тут такое говорите. Я интерпретирую своими словами. Вы говорите всё наоборот. В общем, всё не то, что вы подписывали в показаниях ранее. Правильно? Практически свидетель обвинения давал свои показания в пользу Никиты Юрьевича. Но это часто встречающийся случай. Причём, судя по тому, что сообщают средства массовой информации, которые освещают ход процесса, не только сторона обвинения, не только прокуратура была несколько шокирована тем, что свидетель обвинения фактически даёт показания в пользу обвиняемого, но и сам суд, который даже задавал вопросы о том, разъяснялось ли свидетелю ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Но, тем не менее, я читал те показания, которые вчера оглашались, слушал, что говорил наш министр на суде. На мой взгляд, всё связано, всё понятно. И да, действительно, можно сделать вывод о том, что где-то следствие не доработало. Очень часто бывают случаи, когда следователь, который ведёт дело, немножко своей харизмой на свидетеля давит. Свидетель где-то путается, где-то устает. И зачастую, бывает, действительно подписывает не вполне то, что он имел в виду, когда эти показания давал. Здесь, конечно, надо было быть внимательнее и, может быть, даже пользоваться услугами адвоката при даче показаний, пусть даже и в качестве свидетеля. Мы с вами помним, что когда Никита Юрьевича забирали, у него в тот момент тоже адвокатов даже и не было. В общем, такое было ощущение, что все находились в растерянности. И в этот момент собирались уже показания? Ну, в этот момент Никита Юрьевич писал как раз вот это пресловутое объяснение, которое сейчас является одним из доказательств со стороны обвинения. Текст его озвучивался. Как раз сейчас позиция Никиты Юрьевича сводится к тому, что он в момент получения вот этого пакета от господина Зутхаймера не имел представления, что в нем находится. Но это сейчас говорится. А вот в этом объяснении, которое было написано непосредственно в момент задержания, сразу после момента задержания, излагается немножко другая версия, которая доводилась до средства массовой информации, до сведения публики, где Никита Юрьевич указывал о том, что он уже в момент получения этого пакетика предполагал, что там деньги. Единственное, что указывал, что планировалось потратить их на благотворительность. Да, мы это помним. Я хотела просто провести параллель с Саровилем Ахмадулиным и понять, насколько ответственно он вел себя вчера в суде и насколько он понимал последствия своих слов и насколько честными вам показались его показания. Мне показались вполне честными. Вполне честными. Во всяком случае, то, что он говорил, не слишком, на мой взгляд, противоречило тем показаниям, которые он давал на следствии. Плюс это абсолютно укладывалось в нормальную канву деятельности любого министерства или департамента. Безусловно, любой губернатор не может подменять собой какие-то профильные комитеты, профильные департаменты. Было бы очень странно, на самом деле, если бы Никита Юрьевич лично давал указания Ахмадулину выделить наиболее какие-то ликвидные участки лесного фонда, передать их в аренду по заниженным ценам и прочее. Нет, как раз вчера объяснялось, как устроена лесная отрасль в Кировской области, как принимаются те или иные решения по распределению участков лесного фонда. Ну и указывалось о том, что фактически высшее должностное лицо, губернатор, по большому счету, выступает исключительно в роли технического подписанта тех решений, которые принимаются даже не им, а либо правительством, либо соответствующим департаментам, министерствам. После долгого обсуждения, как говорил Равиль Ахмадулин, после того, как заворачиваются обычно первые проекты, после того, как дорабатываются, он только тогда поступает уже на подписание. Еще о Никите Белых. Безусловно, мы не можем обойти стороной заседания Комитета по правам человека при президенте Российской Федерации. Там на вопрос известной правозащитницы Людмилы Алексеевой, президент по поводу Никиты Белых, просьбы даже и такой защитной речи, которую мы тоже обсудим, президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что касается конкретных вещей, в том числе, скажем, виновности и невиновности губернатора Кировской области, это должен определить суд. Но согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларов. Но это как-то очень странно, сказал президент. Двусмысленно. И дальше СМИ интерпретируют каждый по-своему. Мы даже здесь спорили и пытались понять, как действительно нужно интерпретировать, потому что некоторые СМИ конкретно написали, что Путин раскритиковал позицию защиты. Другие написали, что Путин критиковал объяснение губернатора. Третьи просто изложили, как он сказал, ведь он не указывает, чьи именно объяснения ему показали странными, может быть, следственных органов. Ну, на самом деле, Владимир Владимирович, как всегда, занял ту позицию, которую озвучивал уже неоднократно по любым, наверное, резонансным делам, что по делу Михаила Борисовича Ходорковского, что по делу министра Улюкаева, что по делу Серебренникова. Он призывает исключительно дождаться решения суда, дескать, суд во всем разберется. Он, как президент, не может вмешиваться в деятельность суда, ну, по его словам. И в данном случае, я честно считаю, что здесь не следует буквально пытаться как-то толковать слова, которые были произнесены вчера. — Но чьи именно объяснения он считает странными? — Ну, насколько понял я, ему странной представляется сама ситуация. Она действительно странная? Безусловно. Без разницы, на самом деле, что произошло на самом деле в Лоте-Плазе в городе Москве. Была ли это взятка со стороны Никиты Юрьевича Белых, это прискорбно? Была ли это провокация, совершенная в отношении него, это точно так же прискорбно? — Сама по себе ситуация, безусловно, отвратительная, безусловно. Что мы можем делать сейчас? Мы можем получать информацию, пытаться ее как-то анализировать. Для меня, во всяком случае, вот эта новость, о которой вы говорите, Света, показательна в части чего, на мой взгляд, я один раз имел счастье пообщаться с госпожой Алексеевой, было это давно, но тем не менее, я полагаю о том, что слово председателя такой известной правозащитной организации, как Московская и Хельсинская группа, с таким авторитетом и стажем, просто так произнесено быть не может. И ведь госпожа Алексеева заявляет о том, что знает господина Белых достаточно давно. — Лично. — Да, и фактически вчера имело место быть ручательство, поручительство с ее стороны, забил их. На мой взгляд, могло бы государство прислушаться к подобного рода словам известного человека, достаточно авторитетного как в России, так и за рубежом, ну и подумать хотя бы, может быть, о смягчении меры пресечения, либо о показании надлежащей медицинской помощи. Я знаю, что проблемы подобного рода у Никиты Юрьевича сейчас есть. — Когда вы говорите «государство», вы кого конкретно имеете в виду? Прислушаться к словам Алексеевича? — Ну, общалась. — Конкретного человека, к которому она обратилась? — Ну да. — Владимир Владимирович? — Света, я взрослый мальчик, я не верю в независимость в этой власти. Я более чем уверен о том, что судебная система Российской Федерации все-таки очень внимательно прислушивается к разного рода сигналам, которые поступают в эту систему и со стороны законодательной, и со стороны исполнительных в этой власти. На мой взгляд, где-то толику человечности можно было бы проявить. Вряд ли бы Белых мгновенно сбежал за границу и скрылся от суда. — Все-таки меня смущает интерпретация слов президента, потому что, еще раз говорю, даже серьезные СМИ, такие как ТАСС, написали о том, что он раскритиковал позицию именно Белых. Президент так не сказал, но СМИ интерпретировали. Не навредило ли, Алексеевич, скорее, такой своей просьбой? — Нет, я думаю, не навредило никоим образом. Вообще, похвальные положительные отзывы о личности любого человека навредить ему по большому счету не могут. Что будет в итоге? Могу только призывать всех подождать, посмотреть. Мы вчера послушали многих интересных свидетелей. выступал не только министр лесной отрасли, заслушивали и бывшего вице-губернатора господина Вершинина и господина Веснина, который точно так же давал весьма положительные и лестные характеристики Никите Юрьевичу. Во всяком случае, из показаний вот этих свидетелей можно сделать вывод о том, что следствие все-таки некоторым образом не вполне детально излагало те показания, которые они давали. Об этом свидетели вчера говорили. Важнейшими свидетелями, показания которых очень интересны и будут играть, наверное, важнейшую роль в деле Никиты Белых, безусловно, являются два человека. Это господин Зудхаймер и господин Щерчков. — Показания, которых мы ожидаем. — Да. — Мы сейчас проверяемся буквально на полминуты. Напоминаю, это особое мнение юриста Яны Чеботарева. Продолжается программа «Особое мнение», и это особое мнение юриста Яны Чеботарева. Ян Евгеньевич, завершая тему с Никитой Юрьевичем Белых и его делом сейчас в этой программе, я бы хотела вас спросить о переводе Белыха в Лефортова, учитывая его тяжелое состояние здоровья. Что ждет человека с таким здоровьем в условиях подобного заведения? — Ну, ничего хорошего, это точно. С другой стороны, могу единственное предположить, что после случая с юристом фонда «Хермитеж» господином Магнитским никто в Российской Федерации наверняка не заинтересован в том, чтобы подследственные любого уровня погибали в местах лишения свободы. — Хорошо, следующая тема. Мы поговорим об участии молодежи в различного рода акциях и митингах, которые проходят на улицах, в частности, в акциях и митингах, связанных с оппозиционными партиями или оппозиционными лидерами. Я имею в виду сейчас, конечно, Навального. Не перестают нас удивлять сотрудники отделов образования разных областей принятием собственных решений. Только мы увидели, как одна из учителей и заучи отчитывала родителей и ученика за участие в акции и грозила отчислением, ее, правда, по-моему, и саму уже уволили, как мы получаем новости из Владимирской области, где сотрудникам отделов образования велели фотографировать участников протестных акций, понятно, что учащихся. Вас это удивляет? — Нет. — Принята законность подобных распоряжений? — Законно. — Почему? — Потому что в публичном месте на улице можно фотографировать кого угодно и с какой угодно целью. — А распоряжение само может быть законным? Распоряжение сотрудникам отдела образования фотографировать учащихся на этих акциях? Это разве их деятельность? — Ну вот смотрите, в этой части что министерство образования, что департаменты могут издавать обязательные для исполнения решения, распоряжения подчиненным учреждениям, как касающиеся непосредственно образовательного процесса, так и абсолютно не касающиеся хозяйственные, направленные на безопасность граждан. Мы же не знаем, какой смысл вкладывался в подобного рода распоряжение. Может быть, как раз предписывалось ввести аудио-видео фиксацию для того, чтобы в случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций иметь возможность опираться на какое-то объективное доказательство. — То есть юридическую основу под такое распоряжение подвести можно? — Можно. — Тогда что должен делать или может сделать родитель, ребенка которого снимают сотрудники отделов образования? И собирают на него архив? — Давайте так. В части сбора архива, конечно, это интересно для меня, это некоторая новость, безусловно. Значит, у каждого учащегося есть личное дело, где хранятся и его документы, на основании которых он зачисляется. И результаты его учебной деятельности. Если именно это понимается под архивом, ну еще бог с ним. Но точно так же ведь учебное заведение собирает и материалы, характеризующие того или иного ребенка, того или иного учащегося. В мое время по поведению даже оценки выставлялись, сейчас не скажу, не знаю. — Не выставляются? — Нет уже, ну слава богу. Порочная практика была. — Там еще прилежание было, помните? — Да-да-да, порочная практика была. — Но в любом случае, ведь у нас педагоги занимаются и воспитанием личности человека. Другой вопрос, что нужно иметь четкое понимание, что наши учителя считают хорошо, а что плохо. Вот на мой взгляд, если человек вдруг решил посетить какое-то публичное мероприятие, все равно кого? Навального, русский марш, митинг губернатора какого-то, кандидатов в президенты, коммунистов, либеральных демократов. Это его право. Человек интересуется общественно-политической жизнью страны. Если все происходит нормально, без нарушения законности, без ущемления прав других граждан, что в этом плохого? Ну, с другой стороны, если вдруг образовательное учреждение хочет знать, чем живут учащиеся, чем они интересуются, пусть знает. Опять же, здесь нет смысла этого скрывать. Во всяком случае, идеи господина Навального мне лично представляются весьма здравыми, хотя, конечно, и с некоторыми перегибами у него тоже есть места. Так вот, возвращаясь к родителям, Ян Евгеньевич, моя дочь пока еще не в том возрасте. Можно поинтересоваться, для каких целей собирается такая информация и как образовательное учреждение собирается этой информацией распоряжаться. Участвовать в этом процессе. Да, да, да. То есть, собирают ли они эту информацию для того, чтобы просто хранить, тогда непонятно, для чего это делается. Собирается информация для того, чтобы составлять какие-то характеризующие материалы на детей. Другая ситуация. Либо вся эта информация, все эти архивы поступают в Центр Э, например, по борьбе с экстремизмом. С тем, чтобы уже полицейские где-то там кого-то проверяли из деток. Но это совершенно третья уже ситуация. Здесь можно повозмущаться. Во всяком случае, без согласия родителей распространять подобного рода информацию школа, на мой взгляд, не должна. И вот здесь родители могут свое... Да, да. И должны, наверное, сыграть свою важную очень роль. Дальнобойщики планируют устроить всероссийскую забастовку. Эта информация пришла буквально вчера вечером. Забастовка будет приурочена к началу регистрации кандидатов в президенты России. Регистрация сама пройдет в декабре месяце. Наши дальнобойщики кировские тоже активно в пикетах участвовали. Они закончились где-то в начале лета. И тогда был создан союз по взаимодействию с кировскими дальнобойщиками. Союз был заключен, можно сказать, между правительством и дальнобойщиками. Против Платона бунтуют? Да, как обычно, против Платона бунтуют. Вот насколько, на ваш взгляд, их действия эффективны? На мой взгляд, неэффективны. Во-первых, программа Платон принята не правительством Кировской области, а на уровне Российской Федерации. Если какая-то часть частных предпринимателей, занимающихся транспортировкой грузов, не выйдет на работу, сорвет какие-то контракты, навредить они могут, простите, но только себе. У нас есть достаточно большие предприятия, которые занимаются аналогичными услугами. И, на мой взгляд, никакого существенного влияния на дела рынка, забастовка какой-то части перевозчиков не окажет. И правительство Российской Федерации вряд ли заставит пойти на какие-то уступки в части снижения оплаты, отмены подобного рода налога. Плюс, не говоря уже о том, что в случае возникновения каких-то эксцессов за неправомерные действия в виде, например, затруднения движения по федеральным трассам, за перекрытие этих федеральных трасс, может наступить административная, либо даже уголовная ответственность. Второй мой вопрос на эту тему будет связан еще с экономической ситуацией. Это же дальнобойщики, которые не входят как раз в крупные компании. Эти разрозненные дальнобойщики бастуют против Платона. Вы говорите, они не могут привилегированно, например, пользоваться каким-то правом и не платить Платон, когда другие платят. Где для них выход? Что они должны сделать? Вот они обратились к правительству. Правительство сегодня министр транспорта Михаил Поршнев сказал, мы пошли навстречу. Мы сказали, что мы можем разговаривать с крупными предприятиями, что мы давали заказы, но у вас должно быть центр, хаб какой-то, где вы есть, и некая тоже диспетчерская, получается, служба. То есть они должны, по сути, объединиться в некий кооператив со своей диспетчерской службой. А это логика рынка. Простите, это так было, есть и будет, на мой взгляд. А если они этого не сделают? Тогда они просто будут проигрывать в конкурентной борьбе предприятиям более крупным, у которых больше машин, у которых больше заказов, у которых есть диспетчерская служба, есть логистические центры, которые могут платить этот же сбор по системе Платона, и они разорятся. Их пикеты, они только будут вызывать интерес правоохранительных органов, и они будут только нести проблему. Да, на мой взгляд, вся проблема в экономике. То есть нужно с экономической точки зрения подходить и решать этот вопрос. Да, как к этой ситуации. Так, мы с вами так быстро двигаемся. У нас три минуты до следующего перерыва. Начнем говорить, может быть, и закончим, о забастовке адвокатов по назначению. 1 ноября началась забастовка в Свердловской области. Дело в том, что работодатель адвокатов по назначению — это ОМВД. Это государство. И вот это государство не выплачивает им зарплату, долги у государства перед адвокатами по назначению. Некоторые эксперты говорят, что невыплата денег адвокатов по назначению ведет к развалу судебных процессов. Вы с этим согласны? Нет, не согласен. А к чему это ведет? Ну, наверное, это ведет к тому, что адвокатуре придется больше времени тратить на работу не по назначению. Я понимаю, что не всегда это возможно. Вот мы сейчас находимся в городе Кирове. Это все-таки областной центр. У нас большое количество судов и достаточно много предприятий, предпринимателей. Достаточно активный рынок юридических услуг. Слава Богу. Если мы возьмем, например, районные центры, небольшие, с населением в 5-10-15 тысяч человек, ну, наверное, можно сказать о том, что там адвокатов не так много и дел юридической направленности тоже не бог весть какое количество. Там допускаю как раз уголовные дела, где адвокаты привлекаются именно по назначению органов следствия, являются существенной частью всего рынка юридических услуг. И граждане вряд ли могут себе позволить платно нанимать адвокатов. Здесь странно, что бюджет Российской Федерации столь неисправно себя ведет. Хотя немножко все-таки я вас чуть-чуть, Света, поправлю. Ответчиком по подобного рода спорам является все-таки не управление Министерства внутренних дел, а казначейство государственное, если привлекается адвокат по назначению, привлекается на основании постановления следователя, либо суда, в итоговом решении, в приговоре, например, в постановлении каком-то принимается решение об оплате услуг подобного рода защитника, исполнение этого документа возлагается на государственный бюджет Российской Федерации, коим ведает казначейство. Как могла сложиться такая ситуация? Ну, средний срок расчета по обязательствам бюджета составляет 3 месяца примерно. То есть, как практикующий арест, я это знаю, получается, исполнительный лист предъявляется в федеральное казначейство, и в течение 90 дней деньги человек получает. Мне странна эта ситуация. Вполне могу допустить о том, что, может быть, речь идет о каких-то действительно очень небольших районных центрах, где нет отделения федерального казначейства, где как-то по-иному осуществляются кредитные финансы, операции. Ну, либо действительно здесь речь идет о том, что не вполне корректно изложена ситуация, и вместо предъявления претензий к казначейству предъявляется претензий к ОМВД. А как, просто для справки, зарплата таких адвокатов по назначению, и правильно я понимаю, что это бесплатные для людей адвокаты? Ну, это не бесплатные, на самом деле, для людей адвокаты. Это временно бесплатные для людей адвокаты государства. Первый адвокат, который призывается, если у тебя нет своего адвоката прямо сейчас на месте. О, это заблуждение. Давайте тогда поясним после короткого перерыва. У нас реклама на две минуты. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает юрист Ян Чеботарёв. И мы должны завершить тему по забастовке адвокатов по назначению. Выяснилось, что я лично не очень правильно поняла, кто такие адвокаты по назначению. Потому что я себе представляла, что если, не дай бог, ты попадаешь, тебя арестовывают, тебе предъявляют какое-то обвинение, ты говоришь, требуя адвоката, а своего адвоката нет или нет денег, тебе государство обязано предоставить бесплатного адвоката. И это и есть адвокаты по назначению. Но это временно бесплатный адвокат. Почему? Во-первых, бесплатного в России ничего нет и не может быть. Если у человека нет своего адвоката, либо нет возможности оплатить услуги адвоката, адвокат будет ему приглашен по назначению следователя, либо суда. Но в итоге денежные средства из расчета, по-моему, 550 рублей за один судодень, могу путать, небольшие, но тем не менее, будут взысканы с человека, которому этот адвокат и призывался. За единственным исключением государство освобождает от оплаты услуг такого защитника гражданина только в одном случае. Если дело рассматривается особым порядком, человек признает себя во всем виновным. И тогда зачем тебе адвокат? Да, по большому-то счету. А профессиональный уровень людей, которые работают адвокатами по назначению? Опять же, мы, насмотревшись там сериалов «Хорошая жена» и так далее, мы думаем, что профессионалы высокого уровня, они занимаются исключительно частной практикой и не работают на государство. А на государство адвокаты по назначению, это вот кто-то, вот выпускники вузов набивают руку условно. Ну нет, не совсем так. Встречаются случаи, когда по назначению работают и достаточно маститые, и опытные адвокаты. А что касается профессионального уровня, здесь, на мой взгляд, не вполне корректно подставлен вопрос. Количество хороших специалистов никоим образом не меняется от того, работают ли они на возмездной основе по договорам, либо где-то какое-то время уделяют и бесплатным процессам. Почему нет? Знаете ли вы о ситуации в Кирове? Есть ли у нас такая проблема, что адвокатам по назначению не выплачивают деньги? Нет, не слышал. Тогда переходим к следующей теме, и это тема, которую задали журналисты на встречу с Игорем Васильевым на недавнем круглом столе. Буквально во вторник он состоялся, я там была, и Игорь Владимирович комментировал вопрос о судьбе Крика. Журналисты интересовались, не стоит ли вообще закрыть Крик, раз уж это какое-то действительно проклятое место, какая-то коррупционная пропасть. И Васильев сказал, что вообще-то Крик можно было вообще не создавать, но теперь на нем долги, нельзя вызвать социальную напряженность. А вообще-то, когда ему сказали, ну так может быть, когда все долги снимутся, когда все будет, и закрыть это дело. Жест был такой, он не говорил об этом, что как будто бы жить осталось недолго. Но это только интерпретации журналистов. Ваше отношение к истории с Криком? Ну, на мой взгляд, идея создания Кировской региональной ипотечной корпорации была вполне здравая. Исполнение, к сожалению, на мой взгляд, подвело, и весьма неверно была выстроена система управления этой Кировской ипотечной корпорацией, что в итоге привело к множеству уголовных дел, к множеству проблем у данной структуры. Безусловно, я считаю, что это здравое начинание. Но Крик нуждается в реформации. Тем более, что я абсолютно согласен с господином Васильевым, с каждым днем убеждаясь, что все-таки мы имеем весьма разумного губернатора. Просто так взять и сломать такую систему, как Крик, просто невозможно. Крик действительно погряз в долгах, но с помощью Кировской региональной ипотечной корпорации решаются множество проблем, в частности, этих же бедных, обманутых, обездоленных дольщиков, весьма большое количество которых получили все-таки свои квадратные метры именно с помощью Криха. — Я вот теперь понимаю, что по обманутым дольщикам я не включила вопрос в свой перечень, а очень хотелось поговорить и получить вашу оценку тех действий, которые сейчас правительство и ОЗС предпринимают. Вот принятие нового закона, новый статус людей, необманутые дольщики, а там другой им статус придают. Но время наше сейчас не позволит нам это обсудить. — Договариваемся. На следующей неделе мы будем брать эту тему, и правительство позовем, и вас тоже в качестве консультации опросим. — Договоримся. — А сейчас про Илью Шагина хочется поговорить. Он утвержден на днях Кировской городской думы в должности главы администрации Кирова. Какое на вас производит впечатление этот человек? — Рановато, по большому счету, я думаю, давать какие-то оценки. — Ну, послужной список хотя бы вы его изучили. — Мне очень нравится. Человек закончил неплохое учебное заведение, поработал в бизнесе, поработал в финансовых структурах. Я единственное опасаюсь того, что не слишком богат опыт работы нашего главы администрации непосредственно в административных органах. Но какое-то время пройдет, вникнет в систему, сработается с мэром. Ну и дальше, я думаю, посмотрим. — А заметили, что Илья Вячеславович, он как раз и сравнивает все время работу в городе с работой на заводе. Вот в своей речи на думе он об этом говорил, что вот на заводе есть задачи, и мы решаем, идем шаг за шагом. И в городе тоже вот так вот нужно. А вы говорите, что так не получится, потому что специфика работы чиновника, она другая совершенно. Работу городской администрации Кировской вы себе хорошо представляете до нынешнего момента, потому что мы с вами живем в этом городе. Так ведь? И тут очень многие наши эксперты, да, вас здесь в этой студии в особом мнении, призывали Шульгина произвести практически революцию в кадровой политике. Многие говорили, что необходима серьезная смена кадров. Необходимо... Никто не говорил про зачистку, но все говорили о низкой компетентности многих сотрудников. И даже сами сотрудники администрации здесь говорили о низкой компетентности сотрудников. А Шульгин говорит, кадровой политике революцию делать не будем. Но приходит, несмотря на то, что он не любит слово варяг, приходит человек из совершенно другой области, который мало что здесь знает, не работавший в таких структурах. И как он один будет вот со всей этой махиной? Сколько сразу вопросов вы поставили? Ну, давайте. Во-первых, революция это вообще не мое. Я сторонник теории эволюции. Хватит. У нас скоро 100-летний юбилей отпразднуем. Кто-то, наверное. Значит, лучше действительно потихоньку разобраться, вникнуть, понять. И дальше уже принимать решение, на месте тот или иной сотрудник или нет. Зачем сразу шашкой размахивать налево-направо. На мой взгляд, следует все-таки какой-то кредит доверия главе администрации выдать, чтобы он понял, что это за система администрации города. Как она устроена, как она работает, на каком этапе она сбои дает. Поэтому мне представляется, что он абсолютно прав, призывая подождать. Понятно. Решение о строительстве жилого многоэтажного микрорайона, который назвучил на первом своем буквально докладе перед городской думой на месте бывшего КВАТУ. Как понравилось вам? Мне понравилось. Я считаю, что это отличное место для именно жилого строительства. Многоэтажного. Да, вместо того, чтобы строить, простите, очередные какие-то торговые комплексы, распродавать эту землю, еще что-то. У нас было три эфира на эту тему, и все высказывались, и слушатели, и эксперты против жилого строительства, и победила вариант культурный деловой центр с детскими образовательными учреждениями в парке. Я считаю, что подобного рода проект в этом месте обречен на неудачу. Более того, простите, пожалуйста, но мне бы хотелось увидеть цифры. А есть ли в городе Кирове потребность в каком-то глубоком масштабном культурном центре? Мы все-таки, у нас не город-миллионник. Я знаю, что многие горожане хотят, чтобы у нас метро ходило. Я бы, наверное, тоже не отказался. Что-то мне подсказывает, что это малореально в современных реалиях. Если город каким-то образом вложится в строительство бюджетного жилья, я знаю, простите, какие очереди на получение муниципальных квартир в городе Кирове существуют. Ко мне идут граждане постоянно с вопросами, почему и можно ли как-то ускорить получение квартиры, комнаты по договорам социального найма. Да пусть строят, пусть. Полминуты. Шульгин и Ковалева. Сработаются? Сработаются. Даже короче, мы уложились более короткий промежуток времени. Последний вопрос. Передовой опыт великорецкого фермера. Хотелось бы обсудить с вами. Он продает курицу по-васильевски, приправляет ее слезами по-клонски, такой флакончик, наполненный водой. Продает тоже. И великорецкий воздух в баночках. Я тут художество на себе написала. Ну уж не буду там. Креативный человек. Да, да, да. Вы, кажется, у него в Фейсбуке интересовались доставкой. По-моему, петушка вы спрашивали, нет ли у вас, да? Заказали у него уже что-нибудь? Ну, мы договорились о том, что когда у него петушок вырастет, до как минимум годика... То есть вы заказали конкретную там особь? Ну, нет. Мне просто кажется всегда о том, что петухи в вине или в бульоне, они гораздо более вкусные, чем, например, девочки. Слезы по-клонской будете добавлять в бульон? Нет. Я не пользуюсь контактными линзами. Он как раз говорит о том, что подобного рода спрей используется именно для цели хранения, протирки контактных линз. Ну и сама идея, и его творчество, и креатив. Блестяще. Оцениваю на пять с плюсом. Во всяком случае, очень образно. Очень образно. Весьма узнаваемо. Ну, фактически, может поспорить даже с Вятским квасом. Стоит? Ну, ему осталось только на встрече с Владимиром Владимировичем как-то это осветить. Может быть, курицу губернатору преподнести. Ну, почему нет? Спасибо. Это был юрист Ян Чеботарев. Его особое мнение вы сегодня слушали. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания. Особое мнение на 101FM Светлана Занько.